Музыка Во вторник прошло заседание постоянной комиссии по финансово-экономическим вопросам, бюджету, инвестициям и коммунальной собственности. В повестку дня вошли 8 вопросов. Первый из них касался корректировки городского бюджета. Начальник финуправления Ольга Яковенко проинформировала депутатов о причинах внесения изменений. Федсумки выполнения бюджета за 8 месяцев сегодня позволили нам рассмотреть проект решения про внесения изменений в бюджетах в частности его увеличения на 21 миллион гривен. После уточнения доходная часть бюджета составит 562 миллиона 600 тысяч гривен. Расходная часть составит почти 586 миллионов. Дополнительно 1 миллион 400 тысяч будут направлены в сферу образования. 2 миллиона 700 тысяч гривен на социальную защиту населения. 6 миллионов на завершение строительства Молодолинского общежития. Эти деньги были перераспределены на выполнение капитального ремонта жилого фонда, дотации, горжевого управления за счет низких тарифов. Это вопросы, связанные с благоустройством, со сферой образования. И здесь комиссия единогласно приняла решение рекомендовать поддержать это решение. Депутаты также рассмотрели плановые вопросы финансовой эффективности работы временных торговых точек на территории города и вынесли ряд рекомендаций. Изучить нормативно-законодательную базу в части возможности предоставления этих мест на конкурсные основы, заключение договоров на уборку той территории, которая дается. И на следующем заседании комиссии мы вернемся к этому вопросу для того, чтобы дальше, это процедура революционного акта, успеть к концу этого года решить этот вопрос более эффективно, больше финансовый эффект получить. Оживленные обсуждения вызвали вопросы о даче согласия на принятие в коммунальную собственность ряда объектов. В первом случае речь шла о напорном коллекторе госпитальной станции, которые находятся на балансе частного акционерного общества ИСРЗ. Понимая особую важность этих сетей для жителей Малодолинского и Александровки, исполнительные власти подготовили соответствующий проект решения. Однако вопрос не нашел единодушной поддержки депутатской комиссии. Действительно, этот коллектор долгое время находился, на сегодняшний день находится на балансе судоремонтного завода. Это предприятие обслуживает этот коллектор, но в силу деятельности и долгих лет развития села Александровки, Малая долина, к этому коллектору подсоединено много частных абонентов уже, много социальных объектов. Это поликлиника, это общежитие, это жилой дом, это ПТУ номер 15. На сегодняшний день дополнительно подключается туда общежитие, которое построили для участников АТО и для медиков и учителей. Школа Малая долинская. То есть это тот коллектор, который на сегодняшний день имеет дополнительную нагрузку, и надо его, в принципе, поддерживать в нормальном рабочем состоянии. Судоремонтный завод предварительно заседания комиссии не отказывался от какого-либо участия со своей стороны и финансово в том числе, но удивляет позиция, конечно, некоторых коллег, что это не надо делать, это не надо принимать. То есть вкладывается такое впечатление, что чем хуже сделать, тем будет лучше. Но на самом деле это не так, потому что люди, жители Малой долины, Александровки и этих объектов, которые вам сказали, если не дай бог что-то произойдет с коллектором, это надзвичайный стан. Это будет проблема того же села или этих населенных пунктов. Поэтому однозначно комиссия не поняла некоторых коллег в этом вопросе, рассмотрела этот вопрос и приняла соответствующую положительную рекомендацию. Мы идем с этим вопросом на сессию. В повестку дня вошел еще один подобный вопрос. Депутаты обсудили, стоит ли давать согласие на принятие в коммунальную собственность Черноморской территориальной громады, инженерных сетей, расположенных в 13 микрорайоне и находящихся в собственности компании «Стройтехснаб». Долгое время некоторыми политическими силами использовали этот вопрос как какой-то, может быть, пиар, давление, а может быть, вести в заблуждение людей, которые там проживают. Для решения проблемных вопросов 13 микрорайона исполнительные органы Черноморского горсовета провели сложную подготовительную работу. 31 августа было принято решение о создании комиссии. Я являюсь главой этой комиссии с целью принятия сетей внутриплощадных от «Стройтехснаба». Было обращение на имя городского головы руководителя «Стройтехснаба». Мы приступили к работе. В этот же день было собрано совещание всех членов комиссии. В общем-то, наши шаги уже расписали, кому что нужно делать. И был передан перечень застройщику мероприятий, которые он должен сделать для того, чтобы ускорить передачу сетей. Сетей водопровода и сетей водоотведения. Мы попытались ускорить этот вопрос, потому что известно гражданам города, что проживающие в 13 микрорайоне, в общем-то, всеми силами старались активизировать эту тему и с той целью, чтобы там наладилась, в общем-то, стабильная и качественная поставка как воды, так и электроэнергии, так и, собственно, и других коммунальных услуг. Речь идет о старте, о начале, о начале принятия всех этих сетей, с которыми обратился, собственно говоря, застройщик. По этому вопросу у членов комиссии также не было единогласного мнения. Как только мы начали рассматривать этот вопрос, коллега мой, депутат горсовета Андрей Левченко внес такое предложение, что формулировка, которая изложена собственником этих сетей, какая-то неправильная или надо ее по-другому, но ее нельзя по-другому принять, ее надо принять так, как обратился собственник. Мы такое и подготовили, проект решения для рассмотрения, но нет. Этот вопрос опять перевел в политическую плоскость. На самом деле мы понимаем, что проблема, которая есть в 13 микроюне, ее надо системно решать. И мы этим проектным решением даем старт тех вопросов, которые в юридической плоскости мы и будем делать. Поэтому два депутата из комиссии воздержались в этом голосовании, хотя и внеочередные заседания сессии инициировали по этому вопросу, а потом меняли формулировки проектов решений, поэтому это действительно удивляет. Проекты решений о даче согласия на безоплатное принятие в коммунальную собственность громады инженерных сетей от СРЗ и СТС поддержали большинство депутатов профильной комиссии.